Святая наша вера сияет во Вселенной выше всех, как под небесем пресветлое солнце, и славно было Государевы Государыни на имя от моря и до моря, от рек и до конец Вселенной. В субботу 18-го числа и воскресенье 19-го в Успенском соборе торжественно служили молебны, чтобы Господь Бог даровал православному христианству по его прошению государя-царя Бориса Федоровича. В понедельник на Масленице 20-го февраля после молебна патриарх с духовенством, боярами и всенародным множеством отправились в Новодевичий монастырь, где Борис жил вместе с сестрою. Со слезами били челом, много молили и получили отказ. Годунов отвечал «Как прежде я говорил, так и теперь говорю. Не думайте, чтобы я помыслил на превысочайшую царскую степень такого великого и праведного царя». Православное христианство было в недоумении, в скорби многой, в плаче неутешном. Опять святейший патриарх созывает к себе всех православных христиан и советует устроить на другой день, во вторник, праздненство при чистой Богородице в Успенском соборе, также по всем церквам и монастырям, после чего с иконами и крестами идти в Новодевичий монастырь, пусть идут все с женами и грудными младенцами бить челом государыне Александре Федоровне и брату ее, Борису Федоровичу, чтоб показали милость. Тут же патриарх с духовенством приговорили тайно. Если царица Александра Федоровна брата своего благословит, и государь Борис Федорович будет царем, то простить его и разрешить в том, что он под клятвою и слезами говорил о нежелании своем быть государем. Если же опять царица и Борис Федорович откажут, то отлучить Бориса Федоровича от церкви и самим снять с себя святительские саны, сложить по ноге, одеться в простые монашеские рясы и запретить службу по всем церквам. 21 февраля во вторник двинулся крестный ход в Новодевичий монастырь. К нему навстречу при звоне колоколов вынесли из монастыря икону Смоленской Богородицы. За иконы вышел Годунов. Подошед к иконе Владимирской Богородицы, он громко возопился слезами. «О, милосердная царица! Зачем такой подвиг сотворила? Чудотворный свой образ воздвигла с честными крестами и со множеством иных образов. Пречистая Богородица, помолись о мне и помилуй меня!» Долго лежал он пред образом и омочал землю слезами. Потом приложился к другим иконам, подошел к патриарху и сказал ему, «Святейший отец и государь мой, Иов-патриарх, зачем ты чудотворные иконы и честные кресты воздвигнул и такой многотрудный подвиг сотворил?» Патриарх отвечал ему, обливаясь слезами, «Не я этот подвиг сотворил!» «То Пречистая Богородица своим предвечным младенцем и великими чудотворцами возлюбила тебя, изволила прийти на святую волю Сына Своего, на тебе исполнить. Устыдись пришествия ее, повинись воле Божьей и ослушанием не наведи на себя праведного гнева Господня». Годунов отвечал одними слезами. После этого Иов пошел в церковь. Годунов к сестре в келью, а бояре и весь народ вошли на монастырь. Которые же не поместились на монастыре, те все стояли около ограды. После обедний патриарх со всем духовенством, в священных одеждах, с крестом и образами пошли в келью к царице и били ей челом со слезами долга, стоя на коленях. С ними пошли бояре и все думные люди, а дворяне, приказные люди, гости и весь народ, стоя у келья по всему монастырю и около монастыря, упали на землю и долго с плачем и рыданием вопили. «Благочестивая царица, помилосердуй о нас, пощади, благослови и дай нам на царство брата своего Бориса Федоровича». Царица долго была в недоумении. Наконец заплакала и сказала, «Ради Бога, Пречистой Богородицы и Великих Чудотворцев, ради воздвигнутия чудотворных образов, ради вашего подвига, многого вопля, рыдательного гласа и неутешного стинания даю вам, своего единокровного брата, да будет вам государем-царем». Годунов с тяжелым вздохом и со слезами сказал, «Это ли угодно твоему человеколюбию, владыка, и тебе, моей великой государыне, что такое великое бремя на меня возложила и предаешь меня на такой превысочайший царский престол, о котором и на разуме у меня не было? Бог свидетель, и ты, великая государыня, что в мыслях у меня того никогда не было, я всегда при тебе хочу быть, и святое, пресветлое, равноангельское лицо твое видеть». Александра отвечала ему, «Против воли Божьей кто может стоять? И ты бы, безо всякого прикословия, повинуясь воле Божьей, был всему православному христианству государем». Тогда Годунов сказал, «Будь святая твоя воля, Господи». Патриарх и все присутствовавшие пали на землю, «воссылая благодарение Богу», после чего отправились в церковь, где Иов благословил Бориса на все великие государства Российского царствия. Так говорится об избрании Годунова в акте официальном, утвержденной грамоте об этом избрании, составленной уже в августе 1598 года. Но до нас дошли другие известия, другие предания, записанные в памятниках неофициальных. Так дошло до нас известие о желании бояр, чтобы Годунов целовал крест на ограничивающей его власть грамоте. Борис не хотел этого сделать. Не хотел и отказать прямо, и потому выжидал, чтобы простой народ принудил бояр выбрать его без договора. Отсюда и происходил его отказ принять престол. Шуйские, видя его упрямство, начали говорить, что неприлично более его упрашивать, а надобно приступить к избранию другого. Тогда-то патриарх и решился идти с крестным ходом в Новодевичий монастырь. Есть также известие, что Годунов, желая заставить Романовых забыть права свои на престол, дал старшему из них Федору Никитичу страшную клятву, что будет держать его, как брата и помощника, в деле государственного управления. Наконец, о торжественном молении, плаче его пленародном, в Новодевичьем монастыре сохранилось такое предание. Народ неволею был пригнан приставами, не хотящих идти, велено было и бить, и заповедь положено. Если кто не придет, на том по два рубли править на день, приставы понуждали людей, чтоб с великим кричанием вопили и слезы точили. Смеху достойно. Как слезам быть, когда сердце дерзновения не имеет? Вместо слез глаза слюнями мочили. Те, которые пошли просить царицу в келью, наказали приставам. Когда царица подойдет к окну, то они дадут им знак, и чтобы в ту же минуту весь народ падал на колено. Не хотящих били без милости. 26 февраля, воскресенье, на Масленице, Годунов имел торжественный въезд в Москву. В Успенском соборе слушал молебен, после которого принимал поздравления духовенства, бояр и всего православного христианства. Отслушав обедню в Успенском соборе, Борис пошел в Архангельский, где, преподая гробу великих князей и царей, говорил со слезами, «Великие государи! Хотя телом от своих великих государств вы и отошли, но духом всегда пребываете неотступно, и, предстоя пред Богом, молитву творите. Помолитесь и обо мне, и помогите мне». Из Архангельского собора пошел в Благовещенский, отсюда в царские палаты. Из дворца поехал к сестре в Новодевичий монастырь. Отсюда приехал опять в Кремль к патриарху, долго разговаривал с ним наедине, после чего простился с ним и знатным духовенством на Великий пост и возвратился на житье в Новодевичий монастырь. Неизвестно, в какое время присягали на верность новому царю, но известна любопытная подкрестная запись. Присягавший по ней, между прочим, клялся. «Мне над государем своим царем и над царицей и над детьми их в еде, питье и платье и ни в чем другом лихо никакого не учинить и не испортить, зелья лихого и коренья не давать и не велеть никому давать. И мне такого человека не слушать, зелья лихого и коренья у него не брать. Людей своих с ведовством со всяким лихим зельем и кореньем не посылать, ведунов и ведуней не добывать на государское лихо. Также государя царя, царицу и детей их на следу никаким ведовским мечтаниям не испортить, ведовством по ветру никакого лихо не насылать и следу не вынимать никаким образом, никакую хитростью. А как государь, царь, царица или дети их куда поедут или пойдут, то мне следу волшебством не вынимать. Кто такое ведовское дело захочет мыслить или делать, и я об этом узнаю, то мне про того человека сказать государю, своему царю, или его боярам, или ближним людям, не утаить мне про то никак, сказать вправду без всякой хитрости. У кого узнаю или со стороны услышу, что кто-нибудь о таком злом деле думает, то мне этого человека поймать и привести государю, своему царю, или к его боярам и ближним людям вправду без всякой хитрости не утаить мне этого никаким образом, никакую хитростью, а не смогу я этого человека поймать, то мне про него сказать государю-царю или боярам и ближним людям. Нас здесь останавливает не вера в волшебство, которое господствовало в описываемое время. Нас останавливает перечисление видов зла, которое можно было сделать Борису и его семейству, повторение, распространение одного и того же, что должно приписать не времени уже только, а лицу, приписать мелкодушию Бориса, его подозрительности, ибо в подкрестных записях преемников его мы этого не видим. Присягавший должен был клясться также. Мне, мимо государя своего царя Бориса Федоровича, его царицы, их детей и тех детей, которых им вперед Бог даст, царя Семена Бекбулатова и его детей и никого другого на московское государство не хотеть, не думать, не мыслить, не семьиться, не дружиться, не ссылаться с царем Симеоном ни грамотами, ни словом не приказывать на всякое лихо. А кто мне станет об этом говорить или кто с кем станет о том думать, чтобы царя Симеона или другого, кого на московское государство посадить, и я об этом узнаю, то мне такого человека схватить и привести к государю». И так далее. 9 марта, в четверг на второй неделе поста, патриарх созвал знатное духовенство, бояр, дворян и весь царский синклид, и говорил им «Уже время молить нам Бога, что благочестивого великого государя царя нашего Бориса Федоровича сподобил облечься в Порфиру царскую, да установить бы нам светлое праздненство преславному чуду Богородицы в тот день, когда Бог показал на нас неизреченное свое милосердие, даровал нам благочестивого государя Бориса Федоровича, учредить крестный ход в Новодевичий монастырь каждый год непременно. Все, слыша такой премудрый глагол святейшего Иова патриарха, отвечали со слезами, обещали молиться Богу без приста на день и ночь. Разусланы были по областям грамоты с приказанием петь молебны по три дня со звоном. Проведший Великий пост и Пасху в монастыре с сестрою, Борис 30 апреля в Мироносецкое воскресенье торжественно переехал на житье во дворец Кремлевский. Опять был он встречен крестным ходом. В Успенском соборе патриарх надел на него крест Петра Митрополита. Опять Борис обошел соборы, ведя за руки детей сына Федора и дочь Ксению. Был большой обед для всех. Но царское венчание не могло скоро последовать. Еще 1 апреля пришла весть, что крымский хан Козы Гирей собирается на Москву со всею Ордою и с полками турецкими. Весть пришла рано, и потому через месяц на берегах Окея могла собраться огромная рать. Говорят, число ее простиралось до 500 тысяч человек. 2 мая сам царь выехал из Москвы с двором своим, в числе которого находилось пять служивых царевичей. Борис остановился в Серпухове и отсюда распоряжался устройством рати. Но среди этих распоряжений новый царь занимался и тем, чтобы щедростью и угощениями привязать к себе служилых людей. Пишут, что почти ежедневно бывали у него обеды на 70 тысяч человек. И подавал, говорит летописец, «Ратным людям и всяким в Серпухове жалование и милость великую». Цель, по-видимому, была достигнута. Они все, видя от него милость, обрадовались, чаяли и вперед себе от него такого же жалования. Итак, вот на чем основался союз Годунова с служилыми людьми. Они чаяли вперед себе от него большого жалования. Слух о походе ханском оказался ложным. Вместо грозной рати явились мирные послы. Годунов воспользовался случаем, чтобы произвесть на татар самое сильное впечатление. Послов поставили в верстах в семе от стана царского, расположенного на лугах на берегу Оки. Ночью велено было ратным людям стрелять по всем станам. 29 июня послы представлялись Борису. Когда они ехали к нему, то на протяжении семи верст от их стана до царского по обе стороны дороги стояли пешие ратники с пещалями и разъезжали повсюду конные. Послы, видя огромное войско и беспрестанную стрельбу, так перепугались, что пришедшие к царю едва могли справить посольство от страха. Царь пожаловал их великим жалованием, отпустил с большую честью и послал с ними богатые дары к хану. В тот же день царь угостил все войско и отправился в Москву. Сюда он въехал с большим торжеством, как будто одержал знаменитую победу или завоевал целое царство иноплеменное. Патриарх с духовенством и множеством народа вышли к нему навстречу. Иов благодарил за совершение великого подвига, за освобождение христиан от кровопролития и плена. «Радуйся и веселись», — говорил он Борису «Богом избранный и Богом возлюбленный и Богом почтенный, благочестивый и христолюбивый, пастырь добрый, приводящий стадо свое именитое к начальнику Христу Богу нашему». Субтитры создавал DimaTorzok